Я хочу остановиться на рационалистических направлениях. Это духоборы. Духоборы возникли в 1750 году. И был их руководитель Силуан Колесников. Это была Украина. И были у них такие периоды. Силуан Колесников был миссионер. Это был знаток Библии. У него была Библия. В 1751 году будет Петровская Елизаветинская Библия напечатана. Это такой период просветительства, библейского научения. Ну, какое научение было? Сейчас будем говорить про духоборов. Потом будет период преследований обязательных. Они на Азов будут бежать. Руководителем будет у них уклеен. Потом их сошлют на молочные воды, на Кавказ. У нас всех на Кавказ. Почему Кавказ будет очагом пробуждения евангельского? Потому что туда ссылали всех инакомыслящих. За Кавказье. И потом дальше их сошлют. За Кавказью, на турецкую границу. Ну, теперь слушайте, во что они верили. Потом какая у них история. Значит, сами духоборы считают себя... Началом сами считают раскол. У них будет вождь Веригин. Этот Веригин. Потом будет потомок у него опять Веригин. В 1966 году. Уже будут в Канаде они. Вот почему Канада. Потом отдельный рассказ будет. Просто потомок этого Веригина. Он такой доклад будет делать. «Как духоборцы, которые вышли из среды русского народа и на протяжении трёхсот лет своей истории строго следили за духовным послушанием учению Христа...» Ну, там дальше он опять что-то говорит. Я обращаю внимание. «Триста лет своей истории строго следили за духовным послушанием учению Христа». Это 1966 год произнесено. Отнимем триста лет. Мы получаем что? Мы получаем раскол. 1666 год. То есть сами духоборы датируют своё начало... Это я просто привела пример. Расколы. Начались они с раскола. Они, духоборы, впоследствии Амалакани, они будут жить скучно деревнями. Малакановка, например. А тут вообще даже Духоборье. Большой район со многими деревнями Духоборье. Потому что это люди, которые вышли из православной церкви. Следовательно, они там не крестились, не венчались. Следовательно, право наследства у них неопределённые. Из ЗАГСа не было. Были записи в церковных книгах. Если ты там не крестился и там не венчался, то и записи нету, и у тебя нету неправа. Вы поняли меня, да? И держались они только тем, что они жили вместе и друг друга знали, кто чей сын, и у кого чей дом, где чей дом. Понятно, да? Поэтому они жили вот скучно вот так. И у них были их руководители. В одно время там будет женщина, Лукерья, потрясающая женщина. Вы знаете, что я, собираясь к вам, хотела привести свою величайшую ценность. У меня большое собрание фотографий. Малакан, Духоборов, Лукерья вот этой. И вот, видимо, любимые студенты у меня забрали. Не нашла я дома. Буду спрашивать там, где я преподавала, буду спрашивать, где моя ценность. Еще у меня есть кассета с записью песен их. Они пели псалмы, дружно пели, пели замечательно. Их все время гоняли. Значит, какая их внешняя особенность? Я не знаю, чего начать. С их верования или с их особенностей? Верования сначала. Они верили, что они отвергли обрядность. Они духовно понимали таинство. Это духовное крещение, духовное причастие. Вы знаете, что это не такая уж бессмыслица. Когда я читала книги, написанные братьями в узах, когда тебе вина нету, когда тебе и хлеба, может быть, нету. Очень многие совершали духовное. Понимаете, как будто? В тюрьмах. В тюрьмах. Понимаете, как? И они получали духовное назидание не меньше, чем от реальных вот этих знаков. То есть, то, что они духовно понимали, я им в вину это не ставлю. Если они это соблюдали. Пребывание Духа Святого в верующих. Это первое глубокое верование. Пребывание Духа Святого в верующих. Какое было последствие? Последствие, что они друг друга приветствовали низким поклоном до земли. В тебе Дух пребывает, какой во мне. Я приветствую в тебе Духа Святого. Я кланяюсь тебе. Но я больше не буду кланяться никому, хоть самому царю. Вы поняли меня? Хоть убей меня. Ни исправнику, ни уряднику. То есть, вот эти все слова Писания, кому честь, честь, кому подать, подать, понимаете, они до них не дошли или их не восприняли. Они приветствовали только своих. Потом, у них было убеждение, выразилось это так. Растворите во сердцах, возвестите во устах. То есть, сначала ты в сердце раствори слово, а тогда говори. Потом исповедуй, да? А? Исповедуй потом. То есть, понимаете, да, очень мне это нравится. Конечно, это библейская истина. Да, да, да. Поэтому они никогда не читали по-написанному. И они даже говорили, спасение тут написанного, спасение от Духа, а не от печатного слова. Они понимали, что это слово должно быть растворено верою. И тогда только ты можешь сообщать это слово. Понимаете меня, да? Мои дорогие, если мы хотим какое-то явление понять, нам надо внутрь его зайти. Иначе мы будем смотреть так, как советские исследователи. У нас есть прекрасный исследователь Клебанов. Он столько подробностей про еретиков этих и сектантов. Но он пишет о них так, как естествоиспытатели пишут про тараканов. Где они кучкуются, как они на водопой ходят. Как они? Ну, понимаете меня, да? То есть вот такое внешнее наблюдение. Он внутрь их не заглядывал. Он человеческий фактор не учитывает. А из этого собирается вся жизнь их. Вот. Потом дальше. Что такое церковь? Вот это их собрание. Духоборие. Это называлось церковью. Из людей, которые имеют внутренний свет. И нужно в жизни засеменяться добром. Все эти замечательные слова. Все эти ходят. Засеменяться добром. Я где-то слушала такой то ли шутку, то ли анекдот, когда пришли в магазин ко Христу, чтобы купить у него всякие христианские добродетели. И он им выносит вот такой сенький пакетик. Он говорит, как? Разве вы не знаете, что у нас продаются только семена? Ну, поэтому засеменяться добром. Они старались засеменяться добром. Вы знаете, что они очень много добрых дел дел делали. И внешний наблюдатель их такой, Хомяков, он говорит, рослые, красивые, они же не пили, не курили. Их не били в детстве, их по головке не били, в животы не били. Вы понимаете, это были здоровые, нормальные люди, не калеченные. От нормальных женщин. Они жили среди крестьянства, где муж жену бил, потому что неудача там, здесь урожай пропал. Тут на тебя кричали, тут тебе не дали. И он идет и бьет жену и за волосы, и железом. И часто я читала, избитые женщины ползли в эту духоборию. Возьмите меня кем угодно, чем угодно, чтобы мне не возвращаться туда. Кто-то на них женился даже, чтобы они оставались и тут, чтобы они не погибли. Поэтому дети духоборов отличались от детей крестьянских, как пшеничка от овса написано. Они были опрятно одеты, они были все умненькие. Каждый духобор считал своим долгом чему-то научить. Какой-то стих из Библии, какой-то стих из Псалма, понимаете ли? Детки были светлым разумом, у них жены были помощницы. Никто пальцем ее не трогал, никто словами ее не обзывал, никто на ней не вымещал свою незадачу. Жены их, вот у меня есть, с таким достоинством женщины. Вот у меня фотографии, как они на корабле. Эти платья такие одеты красиво, с достоинством такие женщины. Ну и особое духоборие. Дома они строили только из дерева, в деревянных хатах. Дома были просторные. Сады были вишневые, яблоневые, грушевые, сливовые, шумели сады вокруг них. И вот налетают на них, переселяют их. Вот у меня тут написано, сначала они были под Азовом, потом их Мелитополь на молочные воды, а потом их за Кавказье на турецкую границу, где вообще ничего не растет. То есть все это рушилось или кто-то другой захватывал. На любом новом месте они опять строили деревянные дома и разводили сады. У меня была студентка, она встала и сказала, я хочу свидетельствовать. Я жила вот в том месте, там действительно шумят сады, там действительно такие. Причем вокруг нету лесов. Как они привозили, как они доставляли, но они жили только в деревянных домах и сады шумели. Поэтому вот они себе устраивали вот этот рай, в котором они хотели и могли жить, духоборье. У них был сиротский дом. Это была общественная касса. На случай сиротства, на случай какой-то беды, пожара, называлась сиротская касса. Это было при Савелии Капустине, духоборы на молочных водах. Молочные воды, Мелитополь, когда их переселили. Вот. Когда они будут на турецкой границе, там произойдет такое несчастье, о котором буду говорить. Значит, еще. Как они понимали Иисуса Христа? Они понимали, что это единый посредник. Они говорили о ненужности духовенства. И Христос был у них единственный посредник, защитник, заступник, потому что они жили в мире, а мир они понимали как котел стихий, который Бог бросает в нашу душу для очищения. Котел стихий. Стихия – это и то, что вдруг налетят и тебя переселят внешние, но стихии внутренние, когда у тебя вдруг страсти роковые обладевают, и ты хочешь делать то, чего не должен делать. Стихии. И вот душа наша должна очищаться. Они взяли эти стихи. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, а исполняйтесь духом. Я, когда стала вникать в этот стих, я поняла, что это потрясающий стих, когда Бог показывает, что мы переведены на другое горючее. Весь мир живет, ну как это, по Фрейду, клубок кишащих змей. Страсти, надо как-то их удерживать или надо их удовлетворять. И вот целый психоанализ тут идет. Так вот, верующий живет на ином горючем. У него не сексуальное горючее распутство, а у него духовное. Исполняйтесь духом святым. То есть это горючее, которое дает импульс всем поступкам, поведению, жизни. Понимаете как? И вот какой стих. И духоборы это прекрасно понимали. Котел стихий, но дух должен очищаться. То есть стихия у тебя должна формировать сопротивление ей, власть над ней, господство над ней, духом своим. То есть, понимаете ли, это была особая порода людей. И они выжили, потому что они жили духоборье ей. Друг друга поддерживали. У них есть печатное слово, они как-то не признают, но потрясенные исследователи приезжали поизучать их и записывали. Их песни записывали, их порядки. И получилась книга называется «Животная книга». Животная в смысле жизни. Не на живот, а на смерть. Вы знаете, борьба. Имеется в виду животное. Не животное, не животное человек, а жизнь. Книга жизни. И вот я там с таким интересным нашла многие моменты, близкие очень евангельским христианам. Я нашла этот гимн, хотя бы крестом подняться мне. Ближе, Господь, к тебе, ближе к тебе, хотя бы крестом пришлось подняться мне. Это знаменитый гимн всех христиан, самых разных деноминаций. И вот я там нашла отзвуки вот этого гимна. То есть это была потрясающая, конечно, страница нашей жизни среди вот этой пьяной Руси, обманной, страдающей, бунтующей. Вот эти вот люди. Так, пожалуйста, поэтому с юга Украины они оказались потом в итоге на турецкой границе. На турецкой границе. Значит, некоторая их вот эта животная книга, из них можно что-то прочитать. Они понимают духоборчество, их прозвали так, вы боретесь с Духом Святым. А они говорят, нет, мы боремся с Духом Святым против тьмы. Духоборчество – это борьба Духа Святого со всякой силой тьмы, со всяким насилием. Живя по духу, духоборцы живы, крепки, бодры, гаящи верой, неразоримой совестью. Ну вот, они считают самым главным внутренний духовный рост и совершенствование человека. Они отрицают всякое внешнее богопочитание, обряды и таинство. Чтение и пение псалтиря земным поклоном – это их собрание. Учение духоборов о равноправии людей перед законом, о ненужности духовенства, иерархии с властью. Излишность внешнего они верят в откровение. Наставники у них поставляются из людей, особо просвещенных. Они уверены в своем духовном помазании. Они уклоняются от пьянства и праздности, пекутся о своем домостроительстве благонравные. Они большой пример детям подают. Вы знаете, вот этот, кто пишет о них, хомяков, он говорит, какие чудные духоборовы. Трогательно заботящиеся о благе своего ближнего. Трогательно заботятся о благе своего ближнего. Не о своем благе, а кому помочь и кому что хорошо сделать. О благе ближнего. Вот. Это цитата еще из Животной книги. «Всяк, входящий в мир, пал уже прежде и имеет наклонность к падению. Из света чистоты духа Бог изгнал человека в мир, как в темницу, и мы погружаемся в котел стихий кипящих». Вот. Но это и поприще испытания. В кипящем котле мира сего наш дух должен очищаться в спирт, чистый, вечный, лучше прежнего. Не исполняйтесь, не упивайтесь вином, вино – это спирт. Исполняйтесь духом – это спирит. Спирт. То есть не тем спиртом, а этим спиртом. Вот они об этом говорят. Спирит. Они говорят о рождении в нас Христа. Мы сами грехами были мертвы, слепы, глухи. А Он нас оживил и грехи простил и дал нам заповедь. Они все понимали описание, как это сказать, как иносказание. У них сильно было иносказание. Но это был период Патристики такой, вы помните, такие были у нас, Климент Александрийский. Они так понимали, например, Христос в пустыне, как они понимали, что Он вселяется в плоть нашу, искушается хлебом сластей и славою мира, укрепляясь, извлекает глагол учения, гонимый страждет, полагается во гробе плоти и воскресает. Христос в нас. Ну, я вам что-то подобное тоже толковала, что мы противники, а потом принимаем и ранами Его исцелились. Они понимают, что Христос в нас страдает тоже. Касающийся вас, касается зеницы ока моего. Они говорят, что люди засеменились злом, то есть пристрастие, желание почести, пьянство, похоти. А церковь, говорят они, невидимая. Это те, кто, вызванные Богом, руководится внутренним светом и старается засеменяться добром. Так, все притчи, это не изображение того, что было, но указание на то, что должно происходить внутри человека в духе и вере. Видите, он говорит внутренний свет, внутренний свет. У меня такая история получилась. Я одно время, много пройдяло времени в Москве, я редактировала нашу историю. Ну, и братья решили, что раз я тут нахожусь, я могу что-то еще полезное сделать, кроме этого редактирования. Они говорят, мы пишем разные религии, у нас ничего не известно про квакеров. Напишите про квакеров. Все мои знания про квакеров были только в том, что это были хорошие люди, которые помогли дядюшке Тому, хижине дяди Тома, бежать от рабовладельцев. Вернее, другим неграм помогали бежать и устраивали их. Все мои знания были. Когда я вернулась домой, один из моей молодежи, вот этого кружка моего близкого, выходит торжествующий и говорит, без вас квакеры приезжали. Книгу оставили нам. У меня вся жизнь полна таких чудес. Книги называются «Квакеры в России». Там их история и потому, что они в России делали. И я ее, конечно, привела, эту книгу, и я поняла всю историю. Квакеры, их учение – это протестантская ветвь, которые говорят, что есть, написано в Писании, был свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Они на это вот оперлись. Свет. И говорят, у каждого человека, совершенно неверующего, у него есть внутренний свет. И вот их руководитель Джон Фокс писал турецкому султану, писал нашим царям, указывая, что у вас же есть внутренний свет, вот вы слушайте его и не делайте зла там. Квакеры, когда у нас были, они заступались из-за преследуемых духовоборов, молокан, и они видели в них свое родство с ними. И не спрятено, что взаимное влияние было, или квакеры... Потому что, видите, внутренний свет, они говорят. Это терминология квакеров, которые руководятся внутренним светом. Идея засеменения добром – это тоже их идея. Они посещали гонимых духовоборов и молокан в тюрьмах, поддерживали их, заступались за них перед царями. Ну, в общем, вот такая была история. Квакеры в России. Ну, и книга такая написана. Так что вот это у них такой элемент от квакерства идет. Все это происходило потому, что не было написано еще настоящей... Не было книги, не было доступно много книг Библии. Когда книга будет более доступна, от них отпачкуются молокани. Молокани – это те же духовоборы, которые не притчи, не иносказания, а точное и внимательное изучение Божьего слова. Их обозвали молоканами, потому что они пили в пост молоко, они не соблюдали пост. А они приняли это название, говорят, мы питаемся чистым молоком Божьего слова. Кроме того, они жили на реке Молочная. Ну, в общем, молокани. Это те же духовоборы, но они отделятся от них, потому что, говорят, надо все-таки главным руководителем делать не предание, не притчи, не образ жизни, а то, что Библия говорит. Но это молокание – это будет следующая наша история завтра. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com А сегодня я хочу закончить историю про духовоборов. История такая. Когда у них был руководитель Веригин, во время какого-то преследования его арестовали, его сослали на север, в Архангельск. Вот когда я в Мурмске преподаю, там сетричка одна даже написала «Мятежный Веригин», а пребывание Веригина у них в Архангельске. И вот духовоборы, как всегда все сектантские направления, они очень дорожили своими руководителями. И они решили его навестить. Ну, навестить как? Самолетов. Тогда не пользовались они самолетами. Пешком ходоки отправились с молочной или с этой турецкой границы. В общем, представляете, путь какой. Они проходили мимо Ясной Поляны. Они зашли к Толстому. Толстой принял их. И они там гостили у него. И они там слились душой совершенно в единстве. Толстой никогда не пользовался успехом среди крестьян. Они все говорили, чудит барин. Косит с ними, босиком ходит, сапоги себе шьет, овсяную кашу утром варит. Чудит барин. А духовоборы в душу поняли, что те, кто хочет внутренний мир выстроить. И сказал им Лев Толстой. У него же была идея непротивления злу насилием. Они сказали, да. Мы тоже так считаем. Мы на войну не ходим. Мы не участвуем в войнах. Он говорит, вам надо это внешне выразить. Соберите оружие и сожгите его. Покажите зримо, что вы против войны. Они все это пересказали Веригину. Веригин благоговел перед Толстым. И как бы это подтвердило-то. Ходоки вернулись. Это был 1905 год. Тут 1895 год. Они собрали все оружие. У них так построена была деревня. Любая деревня строилась. И обязательно есть большое поле для общих собраний. Для каких-то решений вопросов общих. Вот они туда сложили все это оружие. Сожгли. Губернатор услышал об этом. Послал узнать, в чем дело. А ему говорят, мы выражаем свой протест против войны. Мы не хотим участвовать. Мы люди мирные. И губернатор был в ярости. Что это за такие демонстрации? Он послал туда казаков с нагайками, которые это поле зеленое превратили в кровавое. Ни женщин, ни стариков, ни детей не щадили. Потом они били окна. Поджигали их с хаты. Подожгли их посевы. Стреляли по их скоту. Насиловали духоборческих женщин. Вы представляете себе? Бежали духоборы в горы. Тысяча человек умерло у них. Из четырех тысяч жителей. И они сказали, Россия нам не родина. Мачеха. Они решили оставить Россию. Лев Толстой, который оказался невольным виновником всего этого. Весь свой доход с романа «Воскресенье» он отдал духоборам, чтобы они могли уехать в Канаду. И вот те корабли, что я вам показывала, на корабле они стоят. Это корабль, который отправляется в Канаду. Они решили уехать в Канаду. Они сейчас в Канаде живут. Путешествие было очень тяжелым. Их заразились все дизентерией. Болели. Они высадились на Кипре. Сопровождал их, как переводчик, как организатор, наш брат Иван Степанович Проханов. Он и языку их учил. Он их от болезней лечил. Он там сам заболел. В общем, это целая такая эпопея, как они переезжали. Когда они приехали в Канаду, их несчастья не кончились, потому что канадская провидция никак не понимала, что они хотят землю на всех, общую. Канадская провидция готова была дать землю каждому. Но они отказывались. Они хотели сохранить духоборье. Не знаю, как это дело кончилось. Видимо, удовлетворили их просьбу. И вот они там живут сейчас в Канаде. Мои студенты так заинтересованы были такими этими сведениями. Когда была возможность, они поехали туда, навестили их. Фотографии привезли, где они в духоборческих костюмах. Это студенты мои. В общем, понимаете ли, вот такая вот драматическая история в нашей истории духоборье. От них остались и молокани, которые потом все перейдут в баптизм в итоге. Это уже будет другая история. Молокани останутся. Но вы понимаете ли, этим завершается вот это вот духовное искание после раскола. Вершина до евангельского богословия – это молоканское. Оно подготовлено духоборье. Редактор субтитров И.Семкин Субтитры подогнал «Симон»